МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Приветствую вас в очередной раз. Сегодня уже в апреле 1917 года, и у нас продолжаются хроники Великой Русской Революции. В прошлый раз мы говорили про март, естественно, и остановились на одном очень знакомом событии, оттолкнувшись от которого, мы и начнем повествование уже об апреле 1917 года. Это событие, это позорное поражение русской армии, не сказать, что в ходе военных действий, а в том, что произошло на реке Стохот на Юго-Западном фронте. Это нельзя назвать военной операцией, поскольку наступление немцев выявило то, что воевать просто не с кем. На этом мы закончили обзор марта 1917 года. И, собственно говоря, развал российской армии, он для всех стал явью. И, собственно говоря, вокруг этого началась огромная дискуссия, значит, как быть дальше, поскольку ведь временное правительство пришло к власти на волне того, что оно доведет войну до победного конца. И для этого, собственно говоря, и устранялись те германофильские силы, которые были сгруппированы вокруг трона. И, собственно говоря, эти февральско-мартовские события должны обеспечить вот это вот победоносное окончание войны. Победоносное окончание войны имеется в виду вот то весеннее наступление, о котором мы уже упоминали неоднократно, и которого с нетерпением ожидали союзники, которое было запланировано еще уже с осени 1916 года. И вот теперь события, которые произошли на реке Стохот на Юго-Западном фронте, подставили под сомнение тот факт, что Россия сможет выполнить свою часть военного плана, который разработал и который с нетерпением союзники по Антанте ожидали. Это все произошло в самом конце марта, и поэтому уже 3 апреля сюда высаживается союзнический десант. Это был первый такой официальный контакт союзников после февральско-мартовских событий. 3 апреля сюда прибывают сразу две парламентские делегации. Парламентская делегация Национального собрания Франции и английского парламента. Французов представляли депутаты-социалисты, а англичан представляли либористы. Французов возглавлял Кашен, депутат надсобрания, а Англию Сандер, либорист. Собственно говоря, они приехали на разведку, на разведку того, чтобы узнать, что происходит здесь, каково настроение, какова степень готовности России для того самого весеннего наступления, которое теперь уже непонятно, когда состоится, поскольку Временное правительство после Стохода начало сигнализировать о том, что надо немного осмотреться. Никакого, конечно, наступления в таких условиях проводить нельзя, но на самом деле все в порядке, просто нужно немного перегруппироваться, всем успокоиться, и тогда осуществить то, ради чего, собственно, они и брали власти, были поддержаны всей прогрессивной западной общественностью. Вот эти вот делегации, они начали прощупать эту почву. Делегации, как мы видим, составлены были из социалистов, поскольку такой социалистический оттенок в русской революции, он давал о себе знать, и все понимали, что рано или поздно он будет выходить все больше на первые роли. Поэтому лучше всего в такой обстановке, конечно, найти общий язык с этой русской революцией, социалистическим подтекстом, депутатам-социалистам, что со стороны Франции, что со стороны Англии. Затем, после того, как эти депутаты-социалисты приехали, и французские, и английские, уже в Россию прибывает тяжеловес. Вот это вот очень важное событие, которое сыграет большую роль в событиях во временном правительстве, и во всем, что происходило, будет происходить в ближайшие месяцы. Я имею в виду французского министра вооружения Альберта Тома. Значит, он тоже социалист, очень молодой человек на тот момент. Он, кстати, был практически ровесником Керенского, ему было там под 40. Собственно говоря, поэтому Альберт Тома и найдет общий язык именно с Керенским, поскольку оба социалисты, оба одинакового возраста, оба честолюбивые, оба активные, пылают желанием себя проявить. И, собственно говоря, это создало такое между ними хорошую почву, на которой завязались их такие плодотворные контакты. Они очень быстро сошлись, и затем вот их такой тандем, он будет накладывать отпечаток на все дальнейшие события. Альберт Тома, конечно, уже это не просто депутат, это уже серьезный человек, который имеет большой опыт управления, причем я замечу, это не первый был визит Тома в Россию. На самом деле он уже был вместе с другим министром Вивиани в 1116 году. Собственно говоря, та же цель у него была, значит, военные дела, насколько Россия готова, как можно рассчитывать на нее, в ведении военных действий, то теперь, естественно, Тома приехал, чтобы уже в новых условиях, так сказать, посмотреть, как российская власть готова к продолжению военных действий. Вот когда мы говорим о военных действиях, то здесь нужно, конечно, иметь в виду и обязательно сказать, а то, о чем мы, в общем-то, может быть, упустили, когда говорили о Марте, это об известном, пресловутом приказе номер один, который родился в околосоветской среде, в среде, которая примыкала к Совету рабочих и солдатских депутатов, образованному в первых числах марта. Вот этот приказ номер один, конечно, он очень известный, он сыграл большую роль в развале армии, об этом мы говорили в прошлой передаче, то теперь имеет смысл уточнить, так зачем же все-таки издавали этот приказ номер один, почему он не был дезавуирован, почему и большая часть временного правительства согласилась с тем, что приказ номер один имеет право на существование вот в той обстановке. Здесь необходимо понимать, что все мартовско-февральские события произошли очень стремительно и рухнуло фактически в результате этого не что иное, как 300-летняя монархия, которая 300 лет держалась у власти и никто ни сном, ни духом еще в январе не мог себе представить, что события будут развиваться именно таким способом. И монархия как институт, не только Николай II, его-то устранение желали многого, а сам институт монархии, на котором, собственно говоря, декларировалось, что держалось все, рухнет с такой скоростью. Это, в общем, произвело неизгладимое впечатление абсолютно на всех. И, собственно говоря, это впечатление, оно породило чувство некого такого подвоха, что что-то тут не так, все больно быстро и легко, как-то радостно совершилось. Не может так быть. Где же те огромные вот эти вот монархические силы, где эти черносотенные, вся эта черносотенная энергия, которая подкрепляла трон, она же не могла куда-то испариться в одночасье. Что-то должно произойти. Какой-то монархический реванш, вот это вот я имею в виду. И вот это вот ожидание монархического реванша, собственно говоря, это была та обстановка, в которой происходили все эти февральско-мартовские события и то, что последовало за ними. А что делал приказ номер один? Во-первых, он смог выбить почву из-под офицерства. А офицерство традиционно считалось опорой монархизма в России. Поскольку вы помните все эти ленинские характеристики о военно-феодальном характере романовской России, романовского режима, собственно говоря, эти характеристики не были далеки от действительности. Действительно, офицерство составляло этот дух придворных кругов и распространялось дальше на армию. И поэтому это действительно был оплот монархии. Самый главный такой оплот монархии, на который всегда рассчитывали и опирались романовы. Поэтому задача была какая? Учитывая такую легкость и призрачность, как считали победы, необходимо выбить вот этот вот фундамент у монархии, у него из-под ног. А что значит выбить фундамент? Это значит дезорганизовать офицерство. Не только там губернаторов, о чем мы говорили в мартовской передаче, а вот именно офицерство. Вот офицерство, как наиболее активная часть, которая могла себе позволить и обладала всеми данными для того, чтобы какие-то военные ответные меры привести. Ну, в монархическом ключе, естественно. И вот поэтому приказ номер один вышибал почву из-под ног у этого офицерства. Оно повисало в воздухе. Образовывались какие-то солдатские комитеты, начинались трения. Офицеры, во-первых, не могли уже проводить политику по самому усмотрению. Необходимо было согласие солдатских комитетов. Противоречие между солдатской массой и офицерской прослойкой всегда было. Приказ номер один только способствовал разжиганию вот этой вот неприязни, а если говорить точнее, то ненависти. И, собственно говоря, такие вот примеры носили над офицерским составом, включая высших офицеров. Они, в общем-то, в изобилии присутствуют в источниках того времени. И поэтому приказ номер один он выглядел логичным. И вот, например, один из лидеров Совета рабочих солдатских депутатов Михаил Скобелев, он прямо говорил, что приказ номер один, как он выразился очень четко, поэтому я вот и приведу его формулировку, что это такой стратегический ход во время горячего боя. Маклаков, Василий Маклаков, это уже кадет, он тоже понимал, что приказ номер один это один из центровых в череде всех тех мер, которые принимала новая власть, новая вот эта революционная власть. И он говорил, что ни над одним институтом не было проделано столь чудовищных экспериментов, как над армией, имея в виду как раз приказ номер один. Но это признание он уже сделал после завершения гражданской войны в эмиграции. То есть, на самом деле, действительно, приказ номер один это такой судьбоносный. И принят он был, чтобы резюмировать, исключительно из-за того, чтобы нейтрализовать монархическую угрозу, от дыхания которой все временные правительства и члены совета чувствовали как бы отовсюду. И, собственно говоря, под очень таким бдительным, пристальным вниманием находились все члены семьи Романовых, как те яркие фигуры, они все были офицерами, и вокруг них могло сгруппироваться вот это вот все офицерство. И, на самом деле, как только что-то происходило вокруг них, например, у великого князя Бориса Владимировича, который находился в тот момент на Кавказе, в марте, в апреле, он находился на Кавказе, там собирались какие-то офицеры. Значит, это сразу вызвало большой переполох. Полетели телеграммы в центр, то есть Петроград, что вот-вот-вот, наконец-то проявилось, там собираются какие-то силы. Значит, Гучков, Керенский, все переполошились, немедленно, значит, пополетели ответные телеграммы, принять меры, блокировать. Комиссия поехала, которая была сформирована военным и морским министром, то есть Гучковым, чтобы разобраться, не допустить, пресечь. А даже великую княгиню Марии Павловну подвергли домашнему аресту, взимали у нее переписку, искали следы вот этого монархического заговора, который должен все-таки случиться. И никто не верил, что вот так вот великие князья офицерства сложат оружие и смирятся с этой ситуацией. Конечно, особую озабоченность у новой власти вызывал великий князь Николай Николаевич, бывший верховный главнокомандующий, который он, собственно говоря, сразу после отречения Романова пытались восстановить в должности верховного главнокомандующего, но из-за бурного развития событий это уже стало неприемлемым, и от этого варианта отказались. И сам великий князь Николай Николаевич прекрасно понял, значит, что сейчас не тот момент, чтобы выходить в роли спасителя отечества, и удалился, и проживал в Ялте. Так вот, в Ялте это было фактически на каком-то, в Крыму в Ялте, на каком-то осадном положении. Значит, мало того, что там была слежка, в случае того, что какие-то делегации офицеров посещали великого князя Николая Николаевича, то там, значит, поднималась просто, значит, буря какого-то негодования, значит, и местный там совет начинал, посылал туда всякие делегации, какие-то комиссии, чтобы узнать, чем заняты, значит, Николай Николаевич и его, значит, коллеги, которые его посетили. Причем, проводились обыски регулярно у Николая Николаевича. Блокировался весь город, значит, когда к нему кто-то приезжал. То есть, в общем, обстановка была такая, что, в общем-то, монархическое такое, ожидание монархического заговора, в общем, никуда не исчезало. Вот, собственно говоря, приказ номер один, он, собственно, и был направлен для того, чтобы по большому счету это офицерство чем-то занять. Чем это? Выяснением отношений с солдатами, а не формированием вот этого монархического реванша. Ну, в справедливости надо сказать, что Гучков-то выступал против, как военный морской министр этого указа. Он там даже пытался срывать текст приказа номер один вот со стен ведомств, который он посещал, в частности, вот когда он приехал в Адмиралтейство и увидел, что там на стене, на доске, значит, прикреплен вот этот текст указа, он его там сорвал, значит, разорвал, растоптал там на полу. Гучков пытался как-то нейтрализовать действия этого указа, поскольку понимал, конечно, что все-таки хоть это и понятно, зачем издавалось, но, собственно говоря, как он будет в этих условиях, как военный и морской министр организовывать все вот эти вот военные дела и вот это военное наступление, которое, собственно, и требовали от него, чтобы он его осуществил. И Гучков пытался издавать там приказ номер два, так называемый, об этом мало известно, поскольку это все, в общем-то, не дошло до практического исполнения, а этот приказ номер два преследовала одну только цель, что пусть все эти меры, которые в приказе номер один о формировании солдатских комитетов, там, об отмене единоначали, сохранятся, но только для тыла, но ни в коем случае не для фронта. Но это не получилось, значит, и, собственно говоря, этот приказ номер два так и был похоронен, вся эта инициатива Гучкова провалилась, и поэтому мы о приказе номер два практически ничего не знаем, это только, очень узкие специалисты, вот, которые разбирают эти эпизоды, что-то встречаются вот с этим. А так, приказ номер один это визитная карточка новой революционной власти. В ответ, значит, что делал Гучков еще, когда понимал, что, значит, состояние армии очень плохое, ну, во-первых, началась чистка генерального состава, вот, особенно научилась, усилилась после вот, вот этого вот поражения на Стоходе. Значит, Гучков пока был на посту военного морского министра, он инициировал отставку 146 генералов, из них 116 вообще его уволили из армии, остальных там понизили на те должности, когда они не могли, значит, уже влиять на эту ситуацию. Собственно говоря, эти меры поддерживал Керенский, который, как я говорил в прошлой передаче, Мартовская, реализовывал концепцию такую вот солдата-гражданина, то есть в условиях действия приказа номер один, когда солдатские вот эти вот комитеты, они становились действенным участником армейской жизни, то, конечно, Керенский пытался вдохнуть в них какую-то идеологию, и именно вот концепция солдата-гражданина, это вот такое было детище Керенского, который начинал все больше и больше, как мы говорили, а в апреле это уже проявилось в полный рост, начинал входить в военную тематику, понимая, что путь к перерывству, путь на власть, на Олимп для него лежит исключительно через военные поприща, и на самом деле Нива, министра юстиции, там политзаключенных, встреча мигрантов, это, собственно говоря, приятные, но такие почетные обязанности, которые, в общем-то, больше имеют какое-то представительское, больше представительское значение, а вот военные, это то главное, где решится вопрос, кто же на самом деле возьмет власть в свои руки, и вот как раз приезд Тома, и беседы Керенского с Альбертом Тома, французским министром, они только укрепили Керенского в убеждении, что он находится на верном пути, и, собственно говоря, его цель – это смещение Гучкова и того, кто с ним солидарен был в правительстве, я имею в виду, Милюкова, и захват Керенским поста военного и морского министра. Вот эта комбинация, конечно, она в апреле у Керенского уже абсолютно полностью оформилась, и, собственно говоря, начала реализовываться. Реализовывать он начал ее довольно грубо по отношению к своим оппонентам, я имею в виду и Гучкова, и Милюкова. Ну, во-первых, он начал делать различные заявления, раздавать интервью, которые касались исключительно военных вопросов, причем и залазил, конечно, в тему министра иностранных дел, то есть в епархию Милюкова, где свободно рассуждал о том, как надо вести себя с союзниками, что надо делать, а что делать не нужно, поскольку он подогревался Альбертом Тома, Тома именно с ним нашел больше общий язык, чем с людьми, которые больше его, и дальше по возрасту, и дальше по убеждениям, чем с Гучковым и Милюковым, и, собственно, Керенский разворачивался, так сказать, во всю прыть. Вот был прием этих делегаций, например, вот такой был комичный случай английской, вот это, и французских социалистов. Был торжественный обед, значит, там присутствовали члены временного правительства, практически все, вот присутствовал Милюков и присутствовал Керенский. Керенский взялся говорить речь, а поскольку Керенский довольно плохо знал иностранные языки, вот, и он все-таки не решился на них произносить это торжественное, значит, обращение к прибывшим делегатам союзников, и он говорил на русским. А Милюков, как министр иностранных дел, значит, взялся это переводить. И в итоге, значит, получилась такая комичная ситуация, что Милюкову пришлось переводить то, что Керенский произносил фактически против него. Значит, Милюков был в очень таком странном положении, он, значит, переводил, но, в общем-то, всем своим видом, как описывает это очевидцы воспоминания, показывал, что он просто, значит, ошеломлен тем, что говорит его молодой коллега, министр юстиции Керенский, и вот, в общем-то, вот эта вот такая вот неуклюжая ситуация, которая создалась вокруг этого, она была заметна всем присутствующим, в том числе, значит, и тем, кому адресовалась эта речь Керенского, то есть, французским и английским депутатам в качестве, значит, гостей, ради которых и устраивался весь этот митинг. Поведение Керенского, да, действительно, он полностью начал дистанцироваться не от временного правительства, а от Гучкова и Милюкова, которые, как наиболее авторитетные и заслуженные борцы и оппоненты царского режима, там пытались играть первую роль, но и ключевые посты были у них, министр астронных дел и военного и морского министра. И вот здесь Керенский начал опираться, конечно, на совет рабочих и солдатских депутатов, естественно, ведь я напомню, как он себя позиционировал во время правительства, что я здесь заложник демократии, я представитель совета, поэтому, собственно говоря, и моя опора, это и является совета, не что иное. И поэтому, если, значит, эти министры, как их называли с легкой реки Керенского, министры-империалисты, их вот так вот даже называли, ведут какую-то свою осмысленную политику, то, значит, противостоять этому может только кто? Конечно, посланец демократии, только Керенский, и он эту роль с блеском выполнял. Что совет представлял себя в качестве подспорья временного правительства на тот момент, совет уже полностью организационно оформился, мы это говорили, все это случилось в конце марта в ходе проведения Всероссийского совещания советов, где была высказана поддержка временному правительству и продекларировано ведение войны до победного конца, собственно говоря, это Всероссийское совещание не собиралось ради этого. То теперь, конечно, стихия совета, которая бушевала в нем в марте месяца, она уходит на вторые, уже на третьи роли. Все бразды правления, они находятся в руках у исполкома совета, поэтому теперь вот с апреля месяца можно говорить не о совете там вообще, а конкретно об исполнительном комитете совета, поскольку все рычаги власти и принятие решения уже находились в этом исполкоме, который там насчитывал около 15 человек. Но на самом деле даже из этих 15 человек там была половина из них такая вот группа, ее даже стали называть с апреля месяца это название уже укрепилось, судя по всем мемуарам, эту группу называли Звездная палата, Звездная палата, где собирались вот вершители судеб всей советской политики, без которых там и мухи не могло пролететь. Значит, эта Звездная палата в лице лидеров совета Чхеидзе, Церетелли, Скобелев, приходили там Дан, Готца, значит, все вот эти меньшевики, Сэры, Чернов, Афксиентьев появлялись там, может быть, чуть реже, но все равно эта Звездная палата, она собиралась регулярно, не раз в неделю, а гораздо чаще. Местом ее сбора была обширная квартира, которую занял Скобелев, и там он проживал. Кстати, квартира-то была обширная, поэтому Церетелли, когда он прибыл, значит, в Петроград, то он поселился на квартире у Скобелева, и поэтому это было очень удобно для всех, поскольку, значит, такие вот видные лидеры, особенно Церетелли, проживали вместе, и поэтому все их коллеги по советам, по исполкому совета, они собирались у них на квартире по утрам. Собственно говоря, там и проходило вот это вот обсуждение того, значит, что предстоит решить, как предстоит решить, кого там принять, какую позицию занять, все это было там. Но эту идиллию, конечно, немного нарушило 3-4 апреля. Вот, я имею в виду, конечно, широко разрекламированный приезд Владимира Ильича Ленина, который, наконец-то, значит, в пломбирном вагоне, хотя это, как сейчас понимают, это не пломбирный вагон, это просто вагон без права выхода на остановках, на станциях, прибыл через Германию в Россию. Кстати, Милюков и Гучков, они были не обрадованы этим возвращением Ленина, поскольку и англичане, и французы, а, соответственно, и Милюков и Гучков понимали, чем займется Ленин по возвращению, поскольку, значит, этот тезис о превращении гражданской, то есть и паралистической войны в гражданскую, то есть войну против там своих правительств, Ленин никогда не снимал и считался таким апологетом вот такой политики. Милюков говорил о том, что на время правительства вообще не надо его сюда пускать. Звездная палата, в общем-то, не могла, так сказать, прямо высказываться таким образом в адрес своего коллеги, но, в принципе, в душе они разделяли прекрасно вот эту вот позицию Милюкова, что, в общем-то, хорошо бы, если бы Ленина здесь не было. Но победила точка зрения премьера и министра МВД князя Львова, который озвучил такую идею. Он сказал, что наоборот, надо Ленина сюда пустить. Если он проедет в этом вагоне через территорию вражескую, то есть через Германию, то тем самым на его репутацию будет положено несмываемое пятно, и он уже никогда от него не отмоется. И, собственно говоря, работу по дискредитации Ленина сделает он сам. А довершат ее наши, так сказать, подспорья. То есть уже звездная палата исполком совета. И вот эта вот идея Львова была принята. Поэтому был разрешен въезд Ленину в страну. Он проследовал, как известно, через германскую территорию. И вот на Финляндском вокзале состоялась 3 апреля в 11 часов вечера вот эта вот знаменитая встреча. Сейчас ее, конечно, подают, особенно в советский период, что там была куча народу, что все улицы были запружены людьми, и фактически нельзя было подойти. Но это, конечно, не соответствует действительности, потому что по воспоминаниям различным количество встречающих разнится там. И больше всего все-таки упоминается 50-60 человек. Здесь нужно понимать, что такие встречи прибывающих иммигрантов, они тогда носили регулярный характер и происходили чуть не через день. Сначала там от Совета и от временного правительства всегда присутствовал Керенский, как говорил в прошлый раз. Потом он уже бросил, ему надоели эти встречи, он занялся военной проблематикой, и тогда уже с конца марта вот эти вот встречи возвращающихся борцов с режимом из эмиграции или там из ссылки уже проводил Чхеидзе. И вот как раз 3 апреля в 1 часу там была делегация от Совета, от Исполкома, которого возглавлял Чхеидзе. Не потому, что он лично пришел встречать Ленина, поскольку он принимал до этого и после этого о встречах вот этих вот эмигрантских групп, возвращающихся на родину. Зато там был салют, значит, поскольку там был Чхеидзе, Ачхеидзе был председатель официально Совета, Ленин сказал там свою там краткую речь, как известно, и потом он ее озвучил уже на следующий день. Вот эти вот апрельские тезисы, о которых очень много сейчас говорят, поскольку, кстати, годовщина, столетняя как раз этого исторического документа, там он остался верен себе, значит, призвал вся власть к Советам, никакой поддержки временному правительству, то есть все, что приняло Всероссийское Совещание Советов, Ленин продекларировал все с точностью до наоборот. Все, за что было Всероссийское Совещание Советов, против этого выступил Ленин. Это было ожидаемо, поэтому члены исполкома, в общем-то, как и планировал Львов, устроили ему такую, значит, абструкцию. Эта абструкция случилась как раз, ведь Всероссийское Совещание только закончилось, вот после него, после этого Всероссийского Совещания, было такое интересное мероприятие в Таврическом Дворце, где собрались социал-демократы, и меньшевики, и большевики, и, собственно говоря, на повестке дня был вопрос объединения этих партий, поскольку они были разъедены, значит, с дореволюционных времен, то здесь, значит, на волне вот этого Всероссийского Совещания решили изобразить попытку единения, вот, но попытки единения там не получилось, поскольку от большевиков возглавлял, так сказать, большевиков Ленин, и, понятно, он там все это воспроизводил, то, чего он уже сказал в апрельских тезисах, но зато здесь высказались все вот это меньшевики, меньшевики, которые входили в Совет, они, значит, конкретно высказались по Ленину, значит, там были такие фразы, что, значит, это анархист, что престол анархический в России после Бакуина пустовал 30 лет, вот, наконец, теперь он обрел своего хозяина, то есть Ленину была устроена такая обструкция с намеками, значит, что вот он проехал через Германию, без этого, естественно, обойтись не могло и, собственно говоря, по той задумке вот это совещание большевиков и меньшиков должно было поставить крест на репутации Ленина. Ну, Ленин нисколько этим не смутился, он опять-таки высказал все, что он думал, повторил все фактически в более, может быть, развернутом виде апрельские тезисы и снова удалился в Смольный, где постоянно, значит, произносил вот речи и вариации на тему там долой временной, никакой поддержки временному правительству. Вот, собственно говоря, какая ситуация была вокруг Совета. Кстати, там начал очень сильно выделяться Чернов, лидер СССР, который к этому времени тоже вернулся в Россию и которого также бурно встречали. Не менее бурно, на самом деле, чем Ленина. Так вот, Чернов выделялся чем? Чернов выделялся своим радикализмом уже вот в апреле. А поскольку Чернов, как знаток земельного вопроса, СССР, это партия крестьянства, специализировался на вопросе земельным, то он тут начал активно разыгрывать карту, что нужно убрать все рогатки капитала, которые между землей и землевладельцем находятся. Значит, на земле должен работать трудящийся. И, собственно говоря, вот эту вот линию Чернов начал очень активно, энергично развертывать. И тем самым по радикальности на самом деле он, в общем-то, уже в апреле приближался к Ленину. И, собственно говоря, дальнейшие события покажут, что они даже в чем-то на почве радикализма конкурировали. Но об этом будем говорить дальше. И в угоду, кстати, Совету, поскольку Совет прекрасно выполнял все функции, которые были на него возложены, это подспорья Временного правительства, то фактически в угоду Совету состоялись 27 апреля 1917 года, вот не побоюсь этого слова, похороны Государственной Думы. Именно 27 апреля 11-й годовщина заседания Первой Думы в Таврическом дворце собралось юбилейное заседание четырех Дум. Кратко, если сказать об этом, то на самом деле Родзянко и с ним солидарен был Гучков, они начали разыгрывать карту того, что Госдуму надо возродить. Как-то она ушла на задний план. Это все, конечно, Гучков делал в пику Совету, поскольку отношения между Советом Керенским и Гучковым они отличались взаимной неприязнью. Гучков не выпускал ни одного момента, чтобы как-то уколоть деятелей Совета, то вот как бы в противовес ими он начал говорить. И тем самым очень быстро нашел общезык с Родзянко, что Госдуму надо реанимировать, и она, так сказать, сыграла свою роль, но не до конца. Надо воспользоваться этим важным институтом, институт заслуженный. Фактически все правительство вышло из Государственной Думы, первый состав. И это вызвало, конечно, большие опасения членов Совета и тех, кто ориентировался на него в составе Временного правительства. Гучков и Родзянко не дали собрать Государственную Думу как действующий институт, а решили, согласились на такой компромиссный вариант собрать 27 апреля юбилейное такое заседание, которое, в общем-то, не могло рассматривать в силу торжественности момента, 11-летняя годовщина, каких-то реальных практических вопросов текущих. И, собственно говоря, на этом была поставлена точка, поскольку тут тоже Милюков, который, в общем-то, был близок Гучкову, как я уже сказал во время правительства, даже союзникам неким, он говорил, что Дума была избрана по Столыпинскому реакционному закону, жизнь давно уже ушла вперед, и поэтому как-то реанимировать и вообще всерьез обращать внимание на этот институт парламентской демократии уже не нужно. Вот, он сыграл свою роль, и давайте о нем забудем. Вот 27 апреля о нем и забыли. И вот Родзянко там выглядел очень такой в таком жалком виде. Все воспоминания об этом юбилейном Думском собрании примерно в таком роде, что это больше похоже не на речи каких-то действующих политиков, а на похоронные спичи такие вот, а самого Родзянко назвали по Чехову, Вишневому саду фирсом Таврического дворца, что он там сидит и доживает, так сказать, свои дни, как вот в аналогичной пьесе Чехова. Вот, собственно говоря, такая политическая атмосфера и взаимоотношения между Временным правительством и Советом в апреле существовали. С точки зрения экономики, если говорить кратко, экономическая жизнь была очень насыщенная в апреле. Насыщенная над чем? Забастовками и требованиями рабочих, которые не то, что не закончились после восторженного марта, а наоборот, имели тенденцию к усилению. И это все понимали. Особенно это понимал, конечно, министр торговли и промышленности Александр Коновалов, который, собственно говоря, отвечал за выработку экономической политики, ну а попросту говоря, за состояние экономики в новом революционном правительстве. А Коновалов это представитель московского купечства, поэтому все его коллеги из Москвы тоже были обеспокоены тем, что политическая революция, которая так хорошо и радостно начиналась, превращается в какую-то социальную распорю, поскольку рабочие не собираются утихомириваться. И действительно, это уже были не просто какие-то забастовки с требованием чего-то, а настойчивые такие уже призывы, требования настойчивые, настойчивые выдать, не просто там увеличить зарплату, а выдать то, что было хозяевам украдено в период ведения войны. Когда, значит, здесь работали и надрывались на оборону, хозяева получали сверхприбыли, и теперь настало время этими сверхприбылями поделиться с трудовым коллективом, с рабочими. На этой почве происходили очень крупные конфликты. Вот, например, на крупном таком предприятии в Питере «Треугольник», значит, который там вообще-то американцам принадлежало, значит, рабочие потребовали поделиться с ними за вот эту сверхприбыль, которую получили хозяева. и когда администрация сказала, что это невозможно, и начало там доказывать с какими-то цифрами на бумаге, что тут долги, там что-то еще вот какие-то там неурадицы, то представители рабочих это все послушали и не нашли ничего лучше, как просто арестовать администрацию. Ее все действительно арестовали, а потом привезли прямо на квартиру Керенскому, который обалдел, значит, от того, что перед ним пристали какие-то инженера и управленцы завода «Треугольник», который выпускал резину, я напомню, вот потомки Керенске всех вместе перепроводил в Совет, и Совет, значит, в очередной раз выполнил функцию пожарной команды, как мы говорили в марте, и чтобы как-то урегулировать этот конфликт, чтобы хотя бы освободили этих управленцев и инженеров, и как бы вот эту всю волну негодования хоть как-то пригасить. Это самое проходили, эти такие эпизоды имели место везде, не только в Петрограде, но и в Москве. Там вообще началось, в Ивановознесенске, там на фабрике Гондоринах отца и сына, значит, вообще просто арестовали и посадили под арест. Там 60 тысяч там рабочих Никольской и соседних мануфактур требовали, чтобы хозяева поделились с ними за то, что, значит, они получили в качестве всех прибыли в ходе войны, поскольку это инфляция там была, уровень жизни падал, а хозяева богатели, как считалось, поэтому, значит, поделиться нужно обязательно. В этой ситуации московское купечество постоянно выдумывало какие-то инициативы, чтобы хоть какой-то ответ найти на вот эту социальную распорю, которая фактически накрывала экономику. Инициативы были очень интересные в апреле, на самом деле, в экономике. Коновалов имеет к ним самое прямое отношение и его коллеги уже из Московского биржевого комитета. Ну, какие инициативы, чтобы вкратце несколько назвать, значит, Коновалов, во-первых, решил вместе с другим очень крупным московским капиталистом, вторым, которым электросталь принадлежала в московской губернии, металлургический комбинат, они решили таким образом акционировать по новому предприятию, чтобы треть акций распределить среди рабочих. Вот это вот была очень такая интересная инициатива, и Второв это у себя уже начал реализовывать в апреле, а Коновалов в Министерстве торговли и промышленности уже срочно стал клепать типовой устав, вот, глядя на Второва, чтобы его потом предложить всем другим предприятиям, и чтобы они проводили акционирование с тем, чтобы часть акций распределять между второвым коллективом, это очень интересная такая инициатива. Затем другой очень видный капиталист Москвы, коллега Коновалов, Четверяков, крупный очень заводчик, мануфактурист, значит, он выступил с инициативой там ограничения прибыли, вот это очень важно, это быстро заслушано было в Московском биржевом комитете, перекинуто в Министерство торговли и промышленности Коновалову, и Коновалов собрался это распространить по всем предприятиям. То есть, что значит ограничение прибыли? У рабочих очень много разных, значит, претензий, поэтому давайте, значит, мы сделаем в такой сложный этап и, в общем-то, сложный период времени, когда люди труда, значит, бурлят, поэтому давайте мы сделаем так, чтобы прибыли были ограничены, там, десятью процентами, а не ограничивать прибыли только с тех предприятий, которые только открываются, с новых, а все старые должны обязательно ограничиваться. Коновалов затем пошел еще дальше, он, например, даже на своей речи в Московском биржевом комитете 14 апреля 2017 года, ее опубликовали все газеты, это видная такая была программная речь, он вообще предложил всем московским капиталистам, кто входит в Московский биржевой комитет, это весь цвет, так сказать, капиталистической Москвы и Центра России, 25 процентов от капиталов пожертвовать вот на дело революции, и это очень широко рекламировалось. Затем в Москве прошел еще один очень важный экономический шаг, Москва выступала с инициативой займа свободы, вот такого называли, займы на самом деле на военные нужды, они проводились и в 15-16 году при царизме, но тогда, значит, эти займы все реализовывались через Петербург, и главными операторами в этих займах были петербургские банки, то теперь все изменилось, этот займ свободы, новая Россия, как, поэтому, это абсолютно другой зам, займ декларировалось, во-первых, он был на 55 лет, тогда как царский только на 10 лет, а здесь на очень длительный срок времени был, и самое главное, ведущая роль Москвы здесь была очевидна, если раньше министр финансов Барк при царе приезжал в Москву и все время их укорял за то, что недостаточно подводится подписка под эти займы, то теперь наоборот, значит, Москва была впереди, то есть ролями поменялись, там Петербург, теперь Москва стала впереди этого займа, везде это рекламировать, и даже вот пример подал Михаил Терещенко, который в ЦВПК, в руководстве был, военно-промышленных комитетов, он пожертвовал 5 миллионов рублей из своего состояния, собственно говоря, вот на этот займ, он купил облигации этого займа, это очень крупная такая сумма была, ну, скажу, что даже в ходе этого займа свободы вспомнили о Николай II, вспомнили о том, что он, Николай II, объявил, что он тоже готов подписаться на этот займ свободы, и поэтому все вспомнили, а, так у нас же вот это император, значит, есть, да, и вот в апреле он снова попал на полосы газет, вот в связи с тем, что изъявил желание стать подписчиком вот этого займа свободы, вот это очень такие интересные нюансы после революционного времени относительно Николая II, вот, поэтому Москва пыталась в экономическом смысле как-то ситуацию удержать, и все вот эти инициативы, которые аккумулировал в конечном итоге министр торговли и промышленности Коновалов, они были направлены на то, чтобы продемонстрировать рабочим, что все мы делаем, мы предпринимаем, мы делаем шаги навстречу, как-то сбить, нейтрализовать вот эту социальную распору, в которую погружалась вся экономика, особенно погружался южный горно-металлургический бассейн в Донбассе, вот там происходили, конечно, ужасные вещи, арест администрации сплошь и рядом, значит, все хозяева заводов-то были французы и бельгийцы, причем, если быть точнее, французский бельгийский капитал, поскольку вот эти вот подписки на акции проводились среди широкого количества людей на бельгийской и парижской бирже, и поэтому мелкие собственники как бы были такими вкладчиками вот этих вот всех предприятий, и, собственно говоря, это не улучшало взаимоотношения между Россией и Францией, когда все французские собственники, а их там было достаточное количество вот этих вот мелких, которые были владельцами, они апеллировали в своем правительстве, мол, что это творится-то, значит, там все на грани краха, там производство останавливается, рабочие требуют с нас денег, мы-то вообще-то рассчитывали, что мы будем получать по этим акциям какие-то, значит, доходы, а теперь, значит, нам говорят, что нам надо поделиться с заводом, то есть, с тем, значит, куда мы вкладывали свои, так сказать, кровные деньги, и все это французское правительство, естественно, не могло, не реагировать на просьбы, значит, своих, так сказать, граждан, которые поучаствовать решили в российском бизнесе, и все свое недовольство транслировало во временное правительство, а именно на Коновалова, и поэтому вот у него начались такие вот достаточно напряженные разговоры с бизнес-сообществом не только, значит, российским, но и союзническим, то есть Антанте, которым все это очень, так сказать, не нравилось, и накладывалось, на самом деле, на все вот эти вот опасения военного плана, что наступление вот это весеннее окажется под вопросом, и вот эта вся социальная распри на заводах, на военных, промышленных предприятиях, она не добавляла оптимизма союзникам. Вот, собственно говоря, Коновалов, как министр торговой и промышленности, он находился в такой очень сложной ситуации. Ну, и самым главным событием апреля, которым мы подбираемся, и вот я его оставил, значит, наконец, это, конечно, знаменитый апрельский кризис. Вот о нем обязательно нужно сказать. Этот кризис, он зафиксировал такой вот острый конфликт между Советом и Временным правительством. Первый, на самом деле, ну, я бы не сказал, конфликт о трении, мы о нем уже говорили относительно марта, это было обсуждение вопроса, где должно происходить собираться учредительное собрание. Временное правительство считало, что, значит, Совет считал, что в Петербурге, а Москва считала, что в Москве. А поскольку первый состав Временного правительства отличался явно такой промосковской направленностью, то, естественно, воля Москвы транслировалась через Временное правительство. И здесь произошло вот такое некое столкновение этих двух точек зрения относительно проведения учредительного собрания. Это было в марте. Ну, там как-то смогли все это утрясти, и, собственно говоря, поэтому этот конфликт, он не разгорелся. Страсти там не достигли такого кипения. Ну, стороны, так сказать, разошлись, решили, что это будет в Петрограде, ну, мягко говоря, просто несколько недовольны друг другом. То вот теперь, в апрельский кризис, тут уже страсти разгорелись по полной программе. Значит, почему апрельский кризис? Во-первых, я напомню, что главным праздником Новой России был объявлен 1 мая. День, значит, солидарности там всех трудящихся, там день свободы, там, как хотите. Любые формулировки подобного рода здесь принимаются. Ну, а поскольку разница в календаре, она была на тот момент, и, собственно говоря, праздник 1 мая начали 18 апреля. Вот, и тут как раз 18 апреля стало этим поводом, когда опять собрались демонстрации, причем очень интересно, что недели там две с небольшим назад проходили похороны жертв революции там на Марсовом поле, там тоже были митинги, то теперь спустя всего две с лишним недели вот градус и количество этих митингов сильно, значит, увеличились там. И действительно собралось очень много народу. И вот эти люди, которые демонстрации, которые в Петрограде стали регулярно проходить вот в эти дни, начиная с 18 апреля, они протестовали против Милюкова и Гучкова, министров-империалистов, как я уже назвал, их называли, и, собственно говоря, вот эта вот неприемлемость этих министров-империалистов это сквозило сквозь речи, транспаранты, которые вот митингующие несли и произносили вот в эти дни. Возмущало то, что Милюков собирается продолжать войну вместе с Гучковым, что там Милюков греет в каких-то проливах, в то время, когда Керенский говорил, что нам нужен мир без аннексии и контрибуции. И, собственно говоря, этот лозунг был подхвачен вот толпой, демонстрантами и становился центральным во всех этих мероприятиях манификационных. И эта обстановка накалялась, поскольку были демонстрации, они были чуть меньше, но на самом деле все они тоже проходили, об этом нужно сказать, которые наоборот поддерживали, значит, Гучкова и Милюкова, что нужно довести войну до победного конца, а вот всяких непонятных личностей, имея в виду Ленина, нужно опять отправить к Вильгельму, от которого он и приехал. Это имеется в виду, что опять через территорию Германии приехал. Надо его на эту территорию Германии обратно отправить. В том же вагоне говорилось, то есть такие вот демонстрации, которые декларируют поддержку курсу Гучкова и Милюкова. Вот, и из-за этого возникло вот такое напряжение, когда вот люди, которые придерживались разных точек зрения, встретились между собой на улицах, и, в общем-то, было ясно, что ситуация может заискрить. И это все очень чувствовалось. На самом деле Временное правительство понимало, что, значит, обстановка накаляется, и что может произойти что-то нехорошее, и поэтому правительство стало собираться вместе с Советом, совместное заседание. И там вот эти дебаты разгорели с большой силой. Правительство и Совет, заседание правительства происходили не в Мариинском дворце, где обычно собиралось Временное правительство, а в этот раз оно происходило на квартире у Гучкова в военном министерстве на Мойке. Гучков там, типа, был больной, он не мог, значит, доехать до Мариинского дворца, поэтому приняли решение к нему, значит, приехать, благо, в военном министерстве, там все площади позволяли собираться и проводить там любые мероприятия, вплоть до заседания правительства. И вот там произошло столкновение, столкновение между членами Советов и Временного правительства. Причем на это заседание правительства были вызваны и приехали и Верховный Главнокомандующий Алексеев, который, как считалось, был тесно связан с Алексеем. Даже прибыл Колчак, но Колчака, я думаю, что здесь мог вызвать и Гучков, который его патронировал, находясь на посту военного и морского министра. То есть, это довольно такое представительное заседание правительства было, где обсуждало, значит, что происходит и каким образом быть. Какой главный вопрос-то был, значит, если произойдут какие-то беспорядки, значит, что делать? Применять силу или нет? Вот, собственно, вокруг чего, собственно говоря, и ломались копья на квартире у Гучкова в военном министерстве, в военно-морском министерстве. Выяснилось, что не все готовы применять силу. И самым неготовым оказался Александр Коновалов, о котором мы только что говорили, министр торговли и промышленности. Вот он долго слушал там доводы разных сторон и потом, значит, сказал, что если будет применять силу, значит, будет пролита кровь, он первый подает в отставку. Вот это вот его такой вот короткий спич, но резко прозвучал на этом заседании. Вот, это снова там вызвало большое замешательство, поскольку Гучков-то предлагал все это разогнать, все это к чертовой матери. А вот Коновалов, его сподвижник, как раз здесь вот высказал другую позицию. Совет, конечно, был против Гучкова и против Милюкова. Мнение Совета и главным оппонентом Гучкова и Милюкова был, как мы начали, этим мы заканчиваем, это был, конечно, Александр Федорович Керенский, который, значит, буквально там грызся и собачился, если уж говорить попросту, значит, и с Милюковым, и с Гучковым. В итоге, значит, Львов, премьер временному правительству пытался как-то всех утихомирить и потом успокоить, что это нота Милюкова, там, продолжать войну до победного конца, там, это мнение не временного правительства, а только Милюкова. Вот он предложил такую, значит, формулировку, это все адресовать, значит, публично, чтобы как-то эти демонстрации утихомирить, которые, значит, вот не стихают. Вот, а демонстрации нисколько не расходились. И вот на углу Садовой улицы и Невского проспекта, там, где располагается вот знаменитая императорская публичная библиотека, пролилась кровь. Значит, раздались выстрелы среди митингующих. Ну, как считается, убитых не было, но были, было ранено, там, от пяти до семи человек. Причем, там, некоторые из них тяжело, они были срочно госпитализированы. То есть, вот, кровь пролилась, вот то, о чем говорил Коновалов. И вот теперь мы подходим, значит, к одной очень яркой фигуре, объявившейся, которую пригласили на это совещание, это Лавр Корнилов. Вот это вот очень важно. Лавр Корнилов. Его, как командующую Петроградским военным округом и Петроградским гарнизоном, значит, естественно, пригласили сюда. Так вот, Корнилов, значит, здесь встал на сторону Логучкова и в резкой форме требовал санкционировать применение силы. Если, значит, санкция такая ему лично будет дана, то больше ему никто не нужен после этой санкции. И он спокойно, значит, наведет здесь порядок. Вот, кстати, и Алексеев, и Колчак здесь выступили против Корнилова. И вообще Корнилов, как военный, оказался таким, в такой изолированной ситуации в военных кругах. Львов, послушав Корнилова, значит, испугался, заявил об отставке. Львова начали успокаивать. Керенский сказал, что если, значит, Корнилова вот это вот все будет продолжать гнуть такую линию, а линию Гучкова-Мелякова он тоже подаст в отставку. То есть, значит, совершенно какая-то неуправляемая ситуация взялась. И, кстати, Керенский здесь высказал очень важную мысль, которая потом нас и переведет в мае. Он сказал, что в таком составе правительство работать не может, мы не можем, значит, здесь решить ни одного вопроса, а перед нами главный вопрос, как разрешить вот этот вот кризис, который вызвал такие демонстрации и вот пролил кровь, значит, правительство это сделать не может, поскольку это правительство формировалось на личной основе, такой деловой кабинет, как бы его называют, то есть, издумцев, но на личной основе. А, видимо, время этого уже ушло, заявил Керенский. И поэтому кабинет, новый состав временного правительства должен формироваться на партийной основе. Вот это была ключевая мысль Керенского, которая, в общем-то, и родилась вот из этих двух заседаний правительства, вот, 20-21 апреля. Собственно говоря, ее потом и взяли на вооружение, и она станет очень важной. Но здесь я, конечно, хотел бы сказать вот о личности Корнилова. Вот сейчас он уже здесь вышел на первую роль в апреле. Он вообще-то оказался на этом посту благодаря абсолютно Гучкову, который его продвигал и, собственно говоря, как военный министр обеспечил ему вот пост начальника Петроградского гарнизона, Петроградского округа, и чем вызвал уже недовольство Алексеева. И вообще, вот у меня всегда складывалось впечатление, что вот Корнилов с того момента, когда он уже поднялся до генеральского уровня и начал там функционировать, он как-то не приживался в этой среде. Военной, я имею в виду, очень не приживался. Вот это вот мне всегда бросалось в глаза. Я не понимал, почему, значит, он не приживался там. Ну, может быть, в силу там какого-то характера на самом деле Корнилов там обладал действительно сильными качествами, там и отвага, там и решимость, такой бравый генерал. Вот этот вот побег из плена австрийского, он много шуму наделал, потому что он там блестяще всех объел вокруг пальца и, собственно говоря, всех австрийцев и смог этот побег осуществить. Это принесло огромную популярность, и вот благодаря этому он и попал в поле зрения Гучкова. То есть качество Корнилова военно-профессиональное, они были на высоком уровне ничуть не ниже, чем у него оппонентов, всех этих генералов. Но, тем не менее, эти генералы упорно не принимали Корнилова. И это все сразу же началось и продолжалось вплоть уже до гибели Корнилова в 2018 году, уже в ходе формирования Белого движения. Но здесь я не могу не вернуться к своей любимой теме, поскольку, когда я изучал с одной стороны, а именно по происхождению высшего военного командования российского, то есть генералитета, то, в общем-то, если посмотреть на сторону, откуда они все происходили, что это за люди, то несложно выйти, значит, на мою любимую украинскую польскую тематику. И совершенно спокойно я сейчас могу сказать, что основной костяк генералитета, российского, он был украинско-польский, но там чуть-чуть разбавлено немцами. Корнилов, который родился под Семипалатинском в нынешнем Казахстане, совершенно не вписывался в это украинско-польское царство. Но если кто-то, как всегда, будет сомневаться насчет того, что костяк генералитета, который составлял Белая армия, украинско-польский, вот я даже выписал специально примеры, но вы вспомните, даже если пройтись по самой верхушке этого генералитета российского, русского, как нам говорили, кто эти люди? Колчак, Врангель, Юденич, Миллер, Шкуро, Мамонтов, ну или Мамонтов, там по-разному говорят, это абсолютно проукраинский человек, Лукомский, Дроздовский, Капель, который по матери постольский, в Ржесинский, Антон Иванович, если кто-то не понял, я имею в виду Деникина, который по-польски начал говорить раньше, чем по-русски, для тех, кто не знал. Дальше там существуют такие люди, которые явно не имеют отношения к Украине и к Польше, это как Алексеев или генерал Русский, высший тоже генералитет, сыграл немалую роль в этих событиях, о чем мы говорим изо дня на день сегодня. Ну, в общем-то, скажу, что Алексеев и Русский это были неотъемлемые составные части украинско-польской вот этой вот генеральской когорты, учитывая огромное влияние на них жен. У Алексеева это Пероцкая, у Русского Боржизовская. Поэтому эти люди абсолютно свои были для всей той публики, которую я перечислил сейчас. И вот, собственно говоря, она-то и составляла костяк верховного генералитета при царе. И, собственно говоря, это все трансформировалось и в белое движение. Достаточно даже скажу, что в Аврангельской армии в годы Гражданской войны, как установили специалисты, каждый второй был украинцем. Это так, для справки. Чего там делать Лавру Корнилову? Если кто забыл его внешность, советую посмотреть на фотографию. Действительно, профессионально сильнейший, обладающийся сильными качествами, делать ему в этом украинско-польском царстве, в этом украинско-польском между собойщике, было ничего. Собственно говоря, так и получилось. Они его никогда не приняли за своего, так и он остался в этом украинско-польском царстве белой вороной. Но Корнилову, тем не менее, пришлось еще сыграть очень значительную роль в нашей истории. И самое главное, на чем я закончу и перекину мостик уже в май, это, конечно, вот та мысль, возвращаясь основная с заседания правительства 20-21 апреля, мысль вот эта Керенского, который подвел итог под деятельностью, собственно говоря, первого состава временного правительства и заявил, что теперь кабинет будет формироваться на партийной основе. Это будет правильно. Что это означало? Это означает, что социалистические партии, социалистические партии эсеры, меньшевики, которые составляли большинство в Совете и были под спорьем временного правительства, теперь будут переходить непосредственно в состав самого правительства в качестве министров. Собственно говоря, эту схему Керенскому и подкинул, и продвигал упомянутый уже сегодня Альберт Тома, французский министр, который был социалистом, участвовал в работе французского правительства и, в общем-то, играл там довольно заметную роль. Собственно, эту модель социалистическую, которая была опробирована во Франции, да и в Англии тоже, теперь Тома предлагал опробировать через Керенского в России, считая, что эта модель снимет все те противоречия и поможет осуществлению главному, обеспечит вот то долгожданное военное наступление, ради которого Тома и находился в России несколько месяцев. И вот поэтому мы этот разговор продолжим уже в мае. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова